с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 7 мая день радио в россии праздник работников всех отраслей связи в этот день в 1895 году на заседании русского физико-химического общества российский александр степанович попов выступает с докладом и демонстрации созданного им первого в мире радиоприемника он осуществляет первый сеанс радиосвязи итальянец маркони опубликует сведения о своих аналогичных опытах лишь в июне 1897 года ну и сегодня у нас это праздник работников всех отраслей связи а всемирный день радио отмечается 11 февраля когда в 1946 году организация дненных наций было создано радио он так что всех работников радио и связи с профессиональным праздником сегодня также день создания вооруженных сил россии 7 мая 1992 года президентом россии подписано распоряжение об организационных мерах по созданию министерства обороны и вооруженных сил российской федерации с тех пор эта дата считается днем создания вооруженных сил страны день связиста и специалиста радиотехнической службы в мф военно-морского флота россии также отмечается сегодня 7 мая день радио и связи а родившихся в этот день 1676 год пьетро джаноне итальянский историк и литератор приходит в этот мир в главном труде своей жизни гражданская история неаполитанского королевства получившим широкий резонанс по всей европе он отстаивал автономию светского государства и обличал злоупотребление церковных властей невиданное дело для того времени 1833 году родился брамс немецкий композитор пианист дирижер один из центральной представителей так называемой эпохи романтизма по масштабу творческой личности его часто сравнивают с двумя другими великими b в немецкой музыки бахом и бетховеном и даже если это преувеличенное сравнение все равно творчество брамса подобно творчеству баха бетховена это кульминация и синтез как говорят специалисты целой эпохи в истории музыки так что 3b 1840 год день рождения нашего уже композитора петра чайковского учился в императорском училище правоведения по окончании в 19 лет получает чин титулярного советника и отправляется на службу в министерство юстиции впервые за границей он побывал будучи чиновником петербургскую консерваторию молодой юрист закончил лишь шесть лет спустя вот такой он путь из чиновников композиторы великие композиторы для всего мира 1861 год день рождения робин драната тагора индийского писателя и философа одного из наиболее влиятельных индийских писателей поэтов конца девятнадцатого и первой половины двадцатого века его творчество оказывает огромное влияние на литературу и музыкальную культуру бенгалии 1913 он удостоен нобелевской премии за глубоко прочувственные оригинальные и прекрасные стихи в которых с исключительным мастерством выразилась его поэтическое мышление так было написано в документе ну например он писал свобода человека состоит не в том чтобы избавиться от забот но быть свободным считать заботы своим благом превращая заботу в элемент своей радости 1925 год день рождения джеральда даррелла английского зоолога путешественника и писателя английский натуралист писатель основатель джерсийского зоопарка фонда охраны дикой природы которые сейчас носят его имя а в 1946 году родился владимир борт как кинорежиссер сценарист продюсер народный артист россии ну а теперь о некоторых событиях этого дня 7 мая 1780 год екатерина вторая специальным рескриптом закрепила одобренный сенатом герб санкт-петербурга императрица официально жалует герб граду петра а также выдает грамоту на права и выгоды цитата в красном поле два серебряных якоря положенные крестом и на них золотой скипетр один из якорей это морской другой речная кошка скипетр завершён двуглавым орлом 1887 год американец тома стивен завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде проехав 13 тысяч 500 миль и пробыв пути более трех лет 1935 год на флоте в ссср восстановлены адмиральские воинские звания взамен существовавших тогда званий флагман флота 1 и 2 ранга эти воинские звания морских сил рабочей крестьянской красной армии союза ссср было введено в 1935 году и утверждено постановлением совета народных комиссаров 1984 год на улице схвачен андрей сахаров цитата 7 мая когда я провожал жену на очередной допрос здание прокуратуры меня схватили переодетые медицинские халаты сотрудники кгб и с применением физической силы доставили в горьковскую областную клиническую больницу имени симашка там меня насильно держали и мучили четыре месяца конец цитаты двухтысячный год в торжественная церемония вступления в должность президента россии владимира путина президент клянется на конституции не жалеть сил для процветания россии и ее народа и принимает символы президентской власти но еще одно событие 1985 год постановление центрального комитета коммунистической партии советского союза о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма в этот день принимается это постановление и постановление сайта министров о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения которыми предписывалось всем партийным административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьяством и алкоголизмом причем предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков числа мест их продажи и времени 16 мая 1985 выходит указ президиума верховного совета ссср который подкрепляет эту борьбу административными и уголовными наказаниями соответствующие указы одновременно приняты во всех союзных республиках начинается антиалкогольная горбачевская кампания которая потихонечку будет свернута к 1989 году пить или не пить вот в чем вопрос с вами николай пивненко в проекте дата